Неблагоприятные метеоусловия и аномальная жара. Погода вновь подкидывает сюрпризы магнитогорцам. О том, чего ждать от небесной канцелярии и некоторых других темах, расскажет Дарья Ефимова. В эфире наша постоянная рубрика «Городовой». В области продлили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Причиной всему слабый ветер, не рассеивающие вредные вещества. Горожанам советуют ограничить пребывание на улице и исключить физические нагрузки. По последним данным Челябинского гидромедцентра, НМУ продлятся в Магнитогорске до 11 часов 23 августа. Также до субботы в отдельных районах области прогнозируется аномальная жара. Ожидается повышение климатической нормы на 7 и более градусов. В связи с этим возможны тепловые удары, увеличение ДТП и возникновение лесных пожаров. Примут все жалобы. Общественная палата объявила о работе Всероссийской горячей линии. Сообщить о поборах в школах могут и магнитогорцы. Горячая линия поможет выявить проблемы в сфере образования и систематизировать их. Также общественники намерены оценить степень готовности школ к учебному году. Все обращения граждан будут рассмотрены и направлены в надзорные органы. Звонок на телефон горячей линии бесплатный. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера. В пятницу до 16.45 по московскому времени. Время добрых дел. В администрации состоялась пресс-конференция. Обсудили акции, приуроченные ко Дню милосердия и благотворительности. В России этот день отмечают 23 августа. Епархия призывает горожан принять участие в добрых делах. В рамках проекта «Дом для мамы» с завтрашнего дня начинает действовать акция «Витамины детям». Здесь подразумевается то, что жители нашего города, а именно садоводы, могут поделиться своим урожаем. Бывает для некоторых это излишки урожая, яблоки, ягоды. А наши подопечные, подопечные, которые проживают в приюте, подопечные центры, которые раз в месяц приходят за вещевой помощью, для них это будет большей помощью. Также центру требуется активная помощь волонтеров. Добровольцам предстоит раздавать листовки и информировать горожан о приюте. Отдельно ожидает участие фотографов, дизайнеров и аниматоров. Благодарны будут и людям с личным транспортом. Он необходим для перевозки пожертвованных фруктов и овощей. Также 26 августа помочь жильцам «Дома для мамы» смогут посетители гостиного двора. Передать продукты сотрудникам центра можно будет на цокольном этаже. Дарья Ефимова, Денис Иванов, информационная служба «Медиагруппы Знак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова